Еще раз добрый день. У меня сегодня понедельник, очень много мыслей в голове накопилось за выходные дни. Хотела немножко сказать о процедуре развода. Не о самой процедуре, а какие моменты особо важны учитывать именно в процессе, в бракоразводном процессе. В первую очередь, это касается, самый основной момент, это эмоциональное. Прекращается взаимоотношение между двумя мужчиной и женщиной, между папой и мамой, это для детей. Но эта эмоциональная окраска, она не должна касаться окружающих. Это личное право, и они решают, как себя вести, какие вопросы решать. Но почему-то на практике у нас как развод, так это настолько все бурно, ярко, друг против друга никто не хочет, друг с другом разговаривать, родственники все настроены против друга, можно сказать, такая война. Я считаю, это нецивилизованно, это невоспитанно, это неграмотно. Все можно настолько сделать, как говорится, как свадьба у нас красивая, так и развод должен быть красивым. Дети вообще не должны прочувствовать. Папа и мама у нас всегда для детей останутся. Неважно, что у папы и мам просто прекратятся какие-то личные взаимоотношения. Мужчина и женщина, или впоследствии бывшие супруги, их взаимоотношения должны перейти в стадию дружески, без каких-либо конфликтов. Всегда, когда я беседую, разговариваю с людьми, я стараюсь вот этим донести, но в силу воспитания, в силу менталитета, почему-то вот многие, кто слышит, кто не слышит, все вооруженно настроены. Грубо говоря, у нас война, развод это война. И для этого, конечно, если вы не хотите видеть друг друга, или что, для этого приглашают юристов, адвокатов, чтобы присутствовали в ходе брако-разводного процесса. Но опять же, я всегда призываю, присутствуйте всегда лично. Это касается ваших личных прав, обязанностей, потому что вы что-то можете не сказать в судебном заседании, а представитель ваш может сказать совершенно другое, либо он вас не понял. Присутствуйте и старайтесь меньше конфликтовать в этот период. Старайтесь. Обычно, когда начинается процедура, вот сейчас такая тенденция пошла, очень многие супруги начинают провоцировать супругов на такие вот, чтобы супруг применил физическое насилие в отношении супруги, чтобы как-то его обвинить, что он такой-то плохой. Совершенно этого делать не нужно. Это опять говорит о том, опять говорит о воспитании, воспитании людей, воспитании в семье. Не нужно провоцировать друг друга. Если вы хотели, вы решили прекратить браточные отношения, прекращайте цивилизованным способом, чтобы это было нормально, и чтобы от этих действий совершенно никто не пострадал. И затем уже, когда все это, и период, вот еще хотел сказать о том, что период развода все-таки у нас должен начаться в тот момент, когда оба супруга просто успокоились. То есть, да, все спокойно не могут воспринимать это, вот это эмоции, эмоции. Вот успокойтесь сначала, а потом идите разводитесь. Совершенно в спокойном состоянии. Даже, может быть, вы увидите друг друга другими взглядами, может быть, опять у вас все наладится и прочее, прочее, прочее. Вот столько таких моментов бывает, поэтому, в первую очередь, никогда не нужно различных, создавать конфликтных ситуаций. Подумайте, в первую очередь, о своих детях. Дети всегда на это смотрят и проектируют это все на свою жизнь. То есть, когда они станут взрослым, у них могут возникнуть такая же ситуация, у них все то же самое, они все то же самое будут делать. Поэтому подумайте, во-первых, о своих детях, о том, как им будет дальше все это, как им будет дальше житься. Что касается дальнейших процедур, раздела имущества и прочее, прочее, это совершенно уже другая история. В первую очередь, всегда должна быть эмоциональная обстановка. Поэтому, самое главное, если вы не готовы видеть друг друга, приглашайте, пожалуйста, адвоката, юриста, чтобы он вел ваш процесс. Если вы готовы видеть друг друга в ходе брако-разводного процесса, в таком случае вы обязательно присутствуете на судебном заседании, так как это ваша жизнь. Поэтому будьте всегда особо внимательны во всем, особо внимательны в документах. Вот я всем всегда об этом говорю, напоминаю, может быть, это иногда бывает навязчиво, но вот я думаю, в жизни это помогает. Чем лучше и больше ты будешь смотреть, проверять и читать, тем все-таки меньше ошибок будут совершаться. Так, вроде я все сказала по этому поводу, если что у меня будет мысль на клаве созреть, я, конечно, еще что-то мне расскажу. Всем пока!